Вашингтон Задача России и российского руководства в том, чтобы защищать российские интересы. Но Вашингтон видит свои интересы таким образом, что они фундаментально противоречат российским. И несмотря на то, что Украина или Кавказ находятся в десятке тысяч километров от Соединенных Штатов, тем не менее эти государства объявлены территорией стратегических интересов США. Текущие события были направлены против независимой Украины, против России, против интеграционных процессов на постсоветском пространстве. И таким образом, что будут делать Соединенные Штаты? Собственно, продолжать вот эту политику. Будет продолжаться разный полный спектр. От политических средств до, можно опасаться, террористических актов для того, чтобы убедить Украину быть Западом. Эта методология направлена также и предназначена, и отрабатывается также для России. И, безусловно, обсуждается механизм переноса подобной ситуации и на территорию России. И чем текущая ситуация и методология отличаются от цветных революций 2003-2005 годов? Это наличием силового радикального элемента. И это некоторые элементы арабской весны на Украине тоже присутствуют. Если предыдущие смены режимов были бескровными, то сейчас бескровие не обходится. И, безусловно, Запад во главе с Соединенными Штатами поддерживает и либеральную часть, и ультраправую, нацистскую часть, которые каждая играет свою роль. Майдан начинался с мирных протестов прозападной оппозиции. Когда это не сработало, значит, в дело вступают боевики. И вот этот сценарий был впервые использован на постсоветском пространстве. И теперь, я боюсь, что пойдут лишь дальше в развитии этого сценария. И третье, что касается противодействия интеграционным процессам. Между прочим, Западная Украина – это южная граница Белоруссии. И, безусловно, на Западе очень давно мечтают сменить режим диктатора Лукашенко. И к этому сейчас, к этому процессу складываются благоприятные условия. Ну, если верить, нам у нас нет оснований не верить госпожа Клинтон. Также, поскольку эти действия будут направлены против Таможенного союза, то следует ожидать, конечно же, и попыток в отношении Казахстана. Также Армения, я напомню, приняла решение подписать, собственно, подписала договор о вступлении в Таможенный союз. Однако этот договор должен быть ратифицирован армянским парламентом. Очень высокая вероятность того, что под эту ратификацию будут организованы действия в Армении. В Молдове в ноябре предстоят выборы. Ну, и под выборы чрезвычайно удобно организовывать вот такие мероприятия. Спасибо. 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 Спасибо.